23 февраля славянцы, как и все жители нашей страны, отметили День защитника Отечества. Этот праздник символизирует доблесть, силу и мужество наших воинов и объединяет под своими знаменами тех, кто причастен к освобождению страны от немецко-фашистских захватчиков, к вооруженным силам России. И все они были накануне праздника приглашены в городской Дом культуры на торжественное собрание. Всенародный праздник прочно связывает прошлое, настоящее и будущее страны. Он является символом сплоченности, единства, гордости за Россию и ее историю. В День защитника Отечества особое значение придается поклонению памяти героев былых времен, которые смогли отстоять независимость нашей родины. Славянские поисковики включились в работу по установлению мест захоронения фронтовиков. У нас посажены люди специально, они выходят в интернет и тут же ищут. Если не находят на сейчас, это откладывается на дальнейшее, но не убирается с задачи. Дело в том, что рассекречивание документов идет постепенно. Вот таким вот образом мы хотим постоянно сделать, постоянно действующие, общественные приемы. Глава Славянского района Роман Синеговский поздравил всех собравшихся с праздником, поблагодарил военнослужащих за мужество и самоотверженность и пожелал всего самого доброго. Но неизменным остается то, что это дань уважения нашим героям, нашим солдатам, нашим вооруженным силам, нашей армии. И вот этот праздник, он, конечно же, объединяет, как было уже сказано, все поколения наших защитников, и те, которые воевали в войнах, и те, которые защищают нашу родину сегодня. Юбилейные медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне были вручены нашим землякам. Церемония награждения была продолжена вручением благодарственных писем за добросовестное исполнение воинского долга военнослужащим. Для каждого из них День защитника Отечества очень много значит, ведь вооруженным силам они отдали лучшие годы своей жизни. Я, будучи выпускником 10 класса тогда, я уже осознанно шел на медицину учиться, чтобы остаться в армии медиком, медицинским работником. Так я всю жизнь был медицинским работником. Награды в Чечне в основном, потому что там военные действия были, там участвовал, потому вот такая ситуация. То есть я не жалею об этом. Этот праздник дорог каждому человеку, который защищал Родину не только сейчас, и когда-то. У которых отцы, деды, братья, сестры служили и служат сейчас. Я хочу пожелать вам всего доброго в преддверии этого праздника. Мы гордимся за нашу Родину, гордимся, какие у нас сейчас в настоящее время вооруженные силы. У меня в семье даже все военные. Два сына офицера, жена прапорщик, братья офицеры у меня, невестка. Тоже практически родословно у меня все связано с армией. Я сам тоже подполковник в отставке. Я бы сегодня хотел бы поздравить всех, кто причастен к этому празднику, к этому великому празднику. Сначала это Днем Советской Армии военно-морского плота и Днем Защитника Отечества. В зале городского дома культуры был дан концерт, посвященный этому замечательному празднику. Зрители очень тепло принимали выступления славянских артистов. Моя армия сильная, сильная. Моя армия смелая, смелая. Моя армия гордая, гордая. Это песня об армии моей. Наша армия самая сильная. Наша армия самая смелая. Наша армия самая гордая. Насекая защитить за детей. Солдаты и офицеры армии и флота продолжают ответственно выполнять свой воинский долг, обеспечивая защиту национальных интересов и безопасность страны. И мы по праву гордимся армией России. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует...